Творческий путь длиной в 70 лет. В областном художественном музее открылась выставка заслуженного художника России Бориса Павлова, приуроченная к 80-летнему юбилею автора. В нескольких залах галереи портреты, натюрморты, пейзажи, ретроспектива из 70 работ раннего творчества. Борис Павлов – живая история ивановского изобразительного искусства, известный в России, Европе и мире. Он неоднократно выставлялся в лучших музеях разных стран. Его знают и на малой родине. Многие годы Борис Сергеевич преподавал в художественном училище, ставил руку десяткам ныне известных авторов. Выбирать выставку было, безусловно, сложно, потому что очень много работы, такой долгий творческий путь. Старались выбирать именно раннюю работу и показать Борису Сергеевичу именно как мастера женского портрета. Поэтому первый зал нашей экспозиции полностью посвящен портрету. И эпоха – это 60-70-е годы XX века. Работы Бориса Павлова – это всегда точный пластический язык. Яркий образ натурщицы на относительно лаконичном фоне. Художник невероятно чувствует женскую красоту и передает ее на полотнах. На портретах почти не встретит смеющихся или улыбающихся женщин. Все они задумчивы и оттого загадочны. Красота и женственность, безусловно, присутствуют в каждой из натурщиц Бориса Павлова. Тем не менее, любимой и наиболее вдохновляющей музы художника является его жена Маргарита. Ей посвящено несколько портретов. Удивительно, но Борис Павлов работает до сих пор и не перестает открывать новые грани своего таланта. В последние годы его воодушевляют деревенские пейзажи. Меня трогала печальная участь в нашей деревне. И в работах это сказывается. То есть, там эта печаль и есть. Но в то же время, как отзывы пишут, там нет уныния или трагедии какой-то. Это принимается как естественный ход событий. Отдельный зал посвящен работам художников Жан Риню. В экспозиции представлены не только живописные, но и графические картины. Открыть для себя впервые или заново творчество Бориса Павлова можно в художественном музее. Выставка будет работать до середины марта. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.